Давай перейдем, конечно, к Артему Долгошину, которого мне жалко сегодня. Своевременное предложение подключить Артему Долгошину, поскольку он работает на улице и уже на качеле греет. Согревается он, согревается. Артем, доброе утро. Всем доброе утро еще разочек. Ну, я бы не сказал, что это прям согревает. Знаете, немножко даже подмораживает, но тем не менее весело и самое главное сказочное. Как-то так по-детски игриво. Как остановиться? Подождите. Так, остановился. Друзья, ну не просто так. Я качался, я пошел в двор не просто так. У меня есть цель, это вот рассказать вот о таком дворе. Находите, мы на Петра Ломака. И вот здесь действительно какой-то сказочный, яркий двор. И вот хочется как-то, не знаю, замотивировать наших красноярцев тоже заниматься, украшать свои дома. Вот здесь такие конструкции. Лиса погладим ее, может ей холодно. Зайчики под кусами спрятались. И действительно такое чувство, будто ты попал в какой-то сказочный двор. Потому что буквально каждая здесь локация, это буквально, ну мне кажется, отдельная какая-то фотозона. Вот здесь, смотрите, находится вот такая лавочка, на которой, мне кажется, хорошо устраивать фотосессии. Давайте попробуем. Так, снежок припорошили. И вот такая вот красота, любота. Хорошо, сосульчики висят. И действительно видно, что, ну, как-то с любовью относились. Все сияет, все в гирляндах. Вот такая вот елочка. Здесь тоже подарки светятся. Много различных здесь конструкций. Вот можно вот просто ходить и поражаться. Вот здесь, смотрите, подарки под елкой кто-то украсил. Вот немножко игрушечек не хватает. Вот прямо сейчас бы сюда повесил такие шарики. Но шарик здесь хватает. Вот здесь такой шар. Смотрите, какая красота. Здесь вот олени. Единственное, Санты не хватает. Занял бы я его место, но вот как-то не позволит мне, наверное, ну, уважение, все-таки уважение к главному старичку нашему, главному деду. Можем всегда дальше пройтись. И вот здесь тоже еще к одной качели переходим, очень красочный. Ну, и действительно, просто вот если вот мы здесь находимся в центре с оператором, вот на улице еще темно, но здесь словно никогда-никогда не наступает ночь. Максимально ярко. Вот можно попросить нашего оператора сделать вот так вокруг себя, обернуться, и все, смотрите, все буквально украшено. Все сияет, и здесь приятно просто прогуляться, сделать фотосессии. И вот, я не знаю, ну, как-то вот хочется, чтобы вот ты заходил в каждый двор, и было вот так все ярко. Вот может для кого-то, конечно, кажется, что нагромождение слишком много сеет, но мне кажется, все здесь как-то так, ну, не знаю, уверенно, ну, как-то стабильненько что-то сделано, что, ну, глаз, ничто, не знаю, не напрягает. Предлагаю оператору пройтись еще на ту качельку. Я хочу к качельке идти. Друзья, ну, и действительно, уже до Нового года осталось вообще меньше недели, и, ну, самое время, вот, как-то украшать свой дом, выйти во двор. Вот не поленитесь, соберитесь с соседями, соберите, ну, какую-то, не знаю, гирляндочку, какую-то конструкцию, поставьте ее, и чтобы вот так вот сияло. Мы радуемся за двор Петра Ломака. Надеюсь, у нас таких дворов в Красноярске все будет больше и больше. Когда мир отрушел, хочу я начать с качельки. Закончить с качельки, друзья. Всем прекрасной пятницы. Она, еще раз напомню, последняя в этом году, поэтому берите от нее по максимуму. Не мерзть, самое главное, не болейте перед Новым годом. Это не надо, успевайте покупать подарки. Поэтому у меня все. Всем хорошей пятницы и прекрасных выходных. Артем, большое тебе спасибо, дорогой. Слезай уже, а то укачает. Возвращайся в студию.